Добрый день, дорогие зрители канала Садовый мир! Сегодня у нас с вами очень важный выпуск, который родили ваши комментарии под другими нашими программами. Мы много уже посвящали времени опасному вредителю в рассадном периоде, в том числе для наших растений сциориде, грибному комарику. Вроде бы все проблемы разобрали, но в том числе остались некоторые невыясненные вопросы. Сегодня давайте мы с вами поговорим о том, как появляется грибной комарик в наших жилых помещениях, где размещается большая львиная часть наших растений именно в рассадный период, комнатные растения и растения в домашнем зимнем огороде. Разберем все причины и способы борьбы, еще раз проговорим, актуальные, которые действительно работают и помогают. Бытует мнение, что сциориды появляются исключительно с заносом именно из покупного торфа и грунта. На самом деле, в большинстве случаев это далеко не так. Давайте разбираться, каким способом они к нам попадают. Первый способ – это занос с маточными растениями, с участка из сада, из теплицы. Как это происходит? Чаще всего осенью для того, чтобы сберечь многолетние растения, в том числе и комнатные, которые мы используем для украшения нашего участка, мы с вами берем черенки, укореняем их непосредственно уже в тепличке, допустим в парнике, поскольку там комфортные условия именно на финише сезона. Там же сажаем в какие-то, допустим, рассадные емкости, пложечки, горшки и везем довольно счастливые домой. Не замечая в протяжении всего сезона старид, которые летают в теплице, поскольку они в глаза сильно не бросаются, имея микроскопические размеры, и взрослым растениям они мало причиняют, скажем так, урона только молодым, на молодых корневых волосках всасывающих, поскольку грядки мы с вами заправляем обильно органикой, там стариды тоже бывают, потому что они распространены повсеместно и таким образом, вот с такими растениями происходит заражение еще в теплице, в промежуточной стадии, например, яйцами, личинками стариды, и вы приносите их домой. Если вы не провели обработку и не поместили растения в карантин, это здравствует заражение комнатных цветов растения в домашнем зимнем огороде и избавиться от старид уже потом в течение зимнего сезона, весны очень сложно. Второй способ это как появляются сцарида именно с участка, в том числе, это занос грунта из тех же грядок, теплиц, которые заготавливают большинство огородников для пикирования рассады, то есть есть какой-то, допустим, готовый грунт, который мы покупаем, многие наши огородники опытные его обеззараживают, прокаливают, допустим, промораживают, а потом добавляют свой необработанный грунт и получается, что сцарида, который благополучно в нем перезимовали, для них это, скажем так, цикл вполне естественный, потому что живут они с успехом в теплице, прячась в щелочке, зарываясь в грунт и там потом доживают спокойно до весны, давая новый цикл развития. Так вот, добавляем вот этот грунт при пикировке, делая более плотный, скажем так, субстрат и получается, что у нас уже победили сцарида, которые занесли другими способами и получается новая волна их размножения. Еще один путь появления сцарида в квартире и в доме это его, скажем так, приезд с овощами, если вы покупаете, допустим, на каких-то сельхозрынках у фермеров овощи, какие-то фрукты, которые идут из овощих хранилищ, как это происходит, а путем заражения тех же самых корнеплодов яйцами, личинками на почве, на комочках, которые остались на необработанных корнеплодах. Либо мы с вами морковку, свеколку собрали из почвы, заложили в хранилище, допустим, в какие-то лари, туда же занесли маточные растения тех же самых, ризантем или, допустим, гортензии, которые зимуют в подвале, и там все это, как говорится, варится в одной каше. Потом мы с вами занесли маточник растения, например, для сбора черенков, чтобы он у нас с вами, как говорится, дал новый вегетативный материал. Принесли картошечки, морковечки, тех же самых корнеплодов других, и здравствуй, сцарида снова. Какой выход? Либо обрабатывать их с осени, как говорится, полностью промывая, но это тоже мы максимально не уничтожим сцариду, либо действительно их сразу помещать как-то герметично в пакеты и хранить таким образом, чтобы перед приготовлением не было контакта с нашими растениями. Еще один способ заноса сцарида в жилые помещения, где находятся рассады и жилые растения, это покупка саженцев, каких-то черенков с рук, например, на авито, или, например, поделились, поменялись, не соблюли карантинный режим, здравствуй, сцарида снова. И еще один важный момент, давайте обсудим, вытекает из самого приятного. Это подаренные срезанные цветы. Я раньше этому значения не придавала. Но на протяжении двух-трех последних лет выявила две явные волны появлений сцарида в моем личном доме, в моем рассадном отделении. Это декабрь, когда у меня день рождения, когда приходит несколько букетов именно в этот период. В зимнем домашнем огороде сразу на комнатных стенах появляется сцарида. Я ее благополучно побеждаю. И потом наступает март. Красивый женский праздник. И два-три праздника, которые у нас в марте именно семейные, тоже приезжают цветы и горшечные, и в виде срезанных букетов, и тоже появляется сцарида. Ну что, причину мы с вами выяснили. Не всегда грунт виноват в этом, но в грунте именно и происходит процесс размножения этого вредителя. Давайте поговорим, как его оттуда, как говорится, выкурить, чтобы его больше не было. Первое. Это самый главный враг сцарида – сухой грунт. В высушенном абсолютно торфе, субстрате, почве сцарида не живет. Погибают личинки, яйца. Поэтому, если уж хотите уничтожать сцариду, полностью высушить грунт. Но в таких больших объемах, которые мы используем, например, при пересадке, перевалке, особенно когда большая программа вращения, это сделать очень тяжело. Поэтому нам остается что в качестве профилактики? Если вы не видите летающих особей, а мы с вами в предыдущих наших программах говорили, что летающая особь урона для наших растений абсолютно никакого не наносит. У нее ни разу тортовой аппарат, и наше растение, она не кусает, не высасывает сок. Весь урон наносит именно личинке, которая находится скрытым от глаз вместе в наших горшочках. Поэтому, если у вас грунт богат органикой, если он при поливе обильном начинает активно выделять при разложении органические другие компоненты, это рай для сцарида. Поэтому нормируем полив, максимально, скажем так, облегчая стаканчики. Не заливаем, то есть по краешку стаканчика, чтобы сразу у нас влага стекала в корневую зону, потому что большинство всасывающих волосков у растений после пикировки, перевалки, когда они освоят наш объем почвы грунта, находятся именно по периметру. Поэтому, когда мы поливаем вот так вот, таким образом мы напитываем наше растение без слишком большого промачивания грунта в горшочке. Плюс, как еще обезопасить наше растение, вот именно сохраняя влагу в грунте без излишнего полива. Это мульчирование. Если мы с вами распикировали, перевалили растение, то сразу после полива лучше поверхность в горшочке, а для этого нужно будет распикировать и перевалить растение таким образом, чтобы у вас был небольшой зазор, куда мы помещаем 1,5-2 см вермикулита либо агроперлита. Желательно брать фракцию поменьше. Почему? Потому что микроскопическая взрослая особь сциорида длиной от 0,5 до 2 мм. И чтобы она не отложила яйца у вас уже в питательный, богатый субстрат, хорошо увлажненный, потому что мы растение перевалили, их нужно обязательно полить. Так вот, чтобы она не зарылась, мы создаем настоящий буфер из сухого такого материала. Как делаем? Просто, сейчас секундочку, я подставлю вот так вот на поддончик, вокруг растения посыпаем сверху вермикулитом, вот в моем случае. Видите? Вот так вот засыпаю, разравниваю, все. Во-первых, мы с вами убиваем двух зайцев, боремся с сциоридой, не даем ей откладывать яйца в питательный, вкусный субстрат, которым мы снабдили наше растение, и сохраняем влагу, то есть нам нужно будет меньше поливать. Вот таким образом. Вермикулит потом никуда не денется, когда вы будете растение пересаживать, он у вас смешается с грунтом и, соответственно, улучшит его механический состав. Поэтому мы с вами не экономим, боремся с сциоридой и облегчаем механический состав почвы. Вот так вот выглядит наше растение после эмульчирования. Еще один способ борьбы с сциоридой – это поддержание чистоты в доме санитарно-гигиенических условий, которые нужно, как говорится, соблюдать не только в жилых, но и в рассадных отделениях, где мы с вами занимаемся выращиванием рассады. Не секрет, что у многих садоводов-огородников есть отдельные помещения, и там лучше, конечно, соблюдать определенную влажность, допустим, чтобы не было застоя влаги на полу. Бывает, что мы пикируем с вами грунт, где-то, например, части остались, некогда не подмели, не убрали. Многие садоводы-огородники любят готовить подкормки из подручных материалов. Это банановая кожура, допустим, кожура, очистки картофельные, считая их ценным органическим удобрением. Складывают их, например, в какую-то емкость, заливают водой, соответственно, появляется дополнительный источник органики, который привлекает сциорид. Поэтому, если у вас какие-то есть гниющие растительные остатки, которые могут спровоцировать вылет вот этих вот вредителей, нужно обязательно сделать уборку. Пусть будет везде чисто, сухо желательно, и влага будет только в рассадных стаканчиках и емкостях. Конечно, сциориды могут приехать с покупным торфом, либо грунтом. Это происходит, когда рядом с предприятием, где он производится, находится сельхозугодие, либо фермы, где в большом избытке находятся органические компоненты. Конечно, происходит такое переклёстное заражение, потому что сциориды летают массово тучами, как говорится, в местах складирования таких растительных и органических остатков животного происхождения. Поэтому выбирайте производители, которые удалены от таких, скажем так, сельхозугодий и ферм. Вот, например, компания Пинструб имеет своё месторождение. И грунт агробалт различных марок С, Н, которые я использую для выращивания рассады на различных этапах, они удалены как раз и от различных ферм, фермерских хозяйств, и в том числе от сельхозугодий, куда вносятся в большом количестве органические компоненты, такие как навоз, допустим, перегной, компост. И в том числе, вот я заметила, что когда я использую этот торф, у меня сцарид в таком массовом количестве нет. Бывают единичные какие-то бабочки, но я уже объяснила, каким образом мы их заносим. Поэтому на грунт я всегда грешу в самую последнюю очередь. Что же делать, если всё-таки сцариды у нас попали в нашу рассадную ёмкость? Дать им решительный бой. Для этого есть палочки-вручалочки. Кроме мульчирования, это инсектициды, которые направлены на уничтожение всех фаз развития этого насекомого именно в почвенном коме. Дорогие друзья, я взяла свой садовый ежедневник, где у меня прописаны все схемы применения инсектицидов. На этой страничке открыла. Хочу дать вам рабочую схему применения системных инсектицидов именно по уничтожению этого вредителя. Очень хорошо помогает от всех промежуточных стадий в почве. Это яйца, личинки, нимфы, которые готовятся стать взрослым насекомым после метаворфоза. Помогает инсектицид именно системный октара. Вот я смотрю, вот сейчас в своей записи, 1 грамм на 1 литр воды, полив под корень, и через 10 дней нужно сделать повторную обработку. Понятно, что у нас ассортимент на прилавках садовых центров и магазинов разный, поэтому если по каким-то причинам вы не любите этот препарат, используйте конфидор экстра. Смотрите внимательно, читайте инструкцию производителя, разводите, четко соблюдая витарно-гигиенические требования, перчаточки, если нужно, надевайте на руки и обрабатывайте ваше растение. Обязательно смотрите на кратность применения и срок ожидания, сколько дней должно пройти от первой и последующей обработки. Это очень важно. Следующий препарат, который поможет вам уничтожить ссорит, это препарат Регент. Если вы берете 80% препарат, то нужно всего лишь 1 грамм на 10 литров воды для корневого полива для полного смачивания почвы в рассадной емкости, либо в горшке. Если 25%, то берете 3 мл на 1 литр воды. Соответственно, 30 мл на 10 литров. Работаем по той же схеме. Проливаем, желательно потом сверху еще и замульчировать. И еще есть хорошее средство, гранулированное, гром. Это готовый гранул, который мы можем применить, например, при посадке каких-то крупных горшечных растений, либо при перевалке уже в хороший объем, не в маленький стаканчик, а в горшочке, мы его при перевалке в верхний слой почвы, где-то 2-3 см до верха стаканчика засыпаем, потом засыпаем почвой. И, соответственно, если говорить о сроках ожидания, его нет, мы его применяем однократно при перевалке пикирования. И, соответственно, 2-3 грамма на метр квадратный. То есть, если вы поставите, например, плотно стаканчики либо горшочки на одном квадратном метре, отмеряете нужное количество и равномерно его распределяете По своим емкостям И еще есть замечательный парад Домелин, он абсолютно безопасен Для человека, его даже применяют На посадках шампиньонов Которые потом идут нам готовы в пищу И еще мы уже рассказывали про препараты Натуральных экстрактов, мошкагон Отдельную программу ему посвятили И еще кроме системных инсектицидов Для, скажем так, полной Всеобъемлющей борьбы с этим вредителем Эффективно использовать и клеевые ловушки Желтенькие, которые мы развешиваем на стеллажах Например, над подоконниками находятся наши цветы Взрослые особи очень любят желтый цвет Они на него как на магнит летят Приклеиваются, соответственно Каждая самка, которая приклеилась у нас клеевой ловушке Не отложит очередные 250 яиц При одном отток откладывания Соответственно, мы снижаем поголовье взрослых особей Меньше вредителей внутри И еще, если вы используете фумигаторы То обязательно тоже действуйте по инструкции На определенное количество времени В зависимости от того, какой производитель используете И потом тщательно проветрите помещение Тоже отлично помогает от взрослых летающих насекомых Я по своему опыту знаю, что как только мне приносят букет цветов Я его ставлю в кухню И чтобы ни одна бабочка оттуда, не дай бог, не вылетела Потому что его ведь колпаком, изолированным стеклянным накроешь Сразу включаю фумитокс в розетку на ночь Закрываю пополотнее дверь И если даже кто-то там вылетает Ему, как говорится, смерть все равно придет Утром проветриваю помещение Внимаю фумигатор И наслаждаюсь красотой Я надеюсь, что наши рекомендации Помогут вам избавиться от надоедливых мошек Потому что бывает так, что Не настолько уж много вреда они растения нанесут Но они снижают качество жизни Особенно они дорастожают во сне Вот представляете, маленький ребенок Садится ему на лицо вот такая маленькая мошка Ребенок беспокоится, мама не высыпается А это, соответственно, в копилочку неприятных факторов тоже откладывается И еще, если уж все это произошло Как говорится, не расстраиваемся Берем себя в руки и действуем Схему рабочему вам дали Надеюсь, что сариды станут очень редким гостем в вашем доме А как он попадает, мы вам подробно рассказали Поэтому, как говорится, потом Когда будете привозить овощи, фрукты, черенки, посылки Действующие по схеме, которую мы вам дали И все будет хорошо Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует...